Ассаляму алейкум, друзья! Начался новый учебный год и с этим годом начались у нас заботы и хлопоты, связанные с нашими детьми, с их образованием, с покупками книг, учебных материалов, каких-то расходов на репетиторов, вообще в целом на образование детей. Итак, как эффективно запланировать данные расходы, так как с каждым годом из-за инфляции цены на все растут. Как угнаться за этим ростом цен и как запланировать свои финансы таким образом, чтобы позволить себе дать образование детям. Я сейчас говорю даже не о высшем образовании, а просто о том, как нам, мусульманам, дать образование и запланировать расходы, связанные с этим образованием, нашим детям именно в школе, в школах. В этом отношении ничего нового я вам не скажу, сразу вам говорю. Планирование обязательно должно быть в каждой семье. К сожалению, мы этим пренебрегаем. Большинство людей, большинство семей не занимаются учетом расходов, доходов, активов, пассивов, не планируют свои траты будущие. А планирование это у нас однозначно то, что мы хотим потратить в будущем, не прямо сейчас, не прямо здесь и сейчас. И если вы не запланируете какую-то трату, какие-то траты, какой-то бюджет, который предстоит у вас через месяц, полгода, год, два, три, пять, то риск того, что вы не достигнете этой цели, очень высок. К сожалению, многие с этим сталкиваются. То есть, например, хотят купить машину и думают, что чудесным образом сумма окажется в кармане на момент, когда они захотят купить машину и окажутся в автосалоне. Но этого, естественно, не случается, а желание остается и они куда идут? К сожалению, за кредитом. И мы с вами уже говорили, я уже вам рассказывал, то, что, к сожалению, даже мусульмане пользуются кредитом. Какая-то статистика есть очень интересная, она очень нехорошая. По-моему, она была в прошлом году, помню. Оказалось, что 80% тех, кто выезжает за рубеж на отпуск, берут отпуск в кредит. Представляете, друзья? Почему? Ответ я уже вам сказал. Не планируем свои будущие расходы. Если мы говорим сейчас просто про образование детей, ребенка или несколько детей, если у вас семья большая, альхамдуля, по милости Аллаха. Вот у меня четверо детей и у меня бюджет, который называется дети, ну, такой приличный, занимает большую долю в общем бюджете, в общих расходах нашей большой семьи. Ведь это одна только статья расходов, дети, да, образование детей, одежда детей, увеличение детей, походы, там, какие-то кружки и так далее, и так далее. Нет смысла никакого планировать только этот бюджет, только эту строку бюджета, понимаете, друзья? Вам нужно дать себе отчет, то, что вам нужно, если вы этого еще не делаете, прямо сейчас, прямо сегодня, сказать себе, все, с сегодняшнего дня я начинаю это делать. Финансовый учет нашей семьи. Пусть вы не корпорация, пусть вы не государство, даже маленькая семья с небольшим бюджетом, если она будет учитывать, планировать, она гораздо эффективнее будет управлять своими финансами и гораздо с меньшими потерями и с большей вероятностью достигнет своих целей. Итак, у нас бюджет для детей, это только одна строка. Мы с вами прекрасно знаем, что у нас есть, кроме этого, питание, коммунальные платежи, аренда и так далее. У нас есть одежда, да, одежда, обувь, допустим, все вместе там в одной строке. Либо затраты на автомобиль, либо на проезд, там, например, проездные, там, расходы такси и так далее, так далее. Есть у нас непостоянные расходы, это отпуск, там, я не знаю, какие-то крупные покупки. Их куча целая. Телефоны, ну, вы сами прекрасно знаете. Я веду учет уже много-много лет. Если я не ошибаюсь, с 90, наверное, восьмого года, представляете? Тогда не было смартфонов, и я все записывал на блокноте. Такие маленькие блокнотики брал, вот так же они были скреплены, делил их на две части. Слева доход, справа расход. У меня было так. Потом появились программы. Сейчас очень удобно вести это все в программах. Если вам программа не нравится, то, пожалуйста, к вашим услугам простая Excel-табличка. Разделили доходы-расходы. С этого нужно начать. С доходов и расходов. Потому что, иначе, как вы поймете, как ваши все финансы разделить на все ваши статьи, которые у вас имеются. И вчера они были, и сегодня есть, и завтра тоже, иншаллах, будут. Так вот, я сказал, что ничего нового я не скажу. А скажу вам только одно. Например, мы должны были заранее, да, уже к 1 сентября, допустим, когда год прошедший закончился, учебный, мы должны были уже начать откладывать. На это 1 сентября, друзья, понимаете? На это 1 сентября мы должны были уже заранее откладывать. Так же мы как делаем, да, мы, например, приехали с Умры или задумались о том, что нам надо совершить хадж или Умру. И у нас есть, допустим, год, два или три у каждого свой период, да. И мы стабильно из месяца в месяц должны покупать какое-то количество, например, долларов, если это поездка в долларах, да, или в рублях, если это поездка в рублях. Так, тут то же самое, друзья. Если весной прошлого года ваш сын, ваша дочь, ваши дети закончили обучение, и они еще дальше продолжать хотят, то нам надо было уже в прошлом году, зная, сколько составит бюджет в этом году, примерно хотя бы, да, учитывая инфляцию, допустим, условно говоря, грубо сейчас для примера, 150 тысяч, допустим, на всех детей, вы посчитали, что в этом году у вас будут такие расходы. Пусть это будет не точно, плюс-минус, но хотя бы у вас уже была бы эта сумма, если бы вы прошлой весной начали откладывать. Ну, допустим, для простоты 120 тысяч, да, тогда бы вы поняли, что в эту строчку вы должны откладывать как минимум в месяц 10 тысяч рублей. И 31 августа в этом году у вас было бы в кошельке, который называется «Дети и их образование» 120 тысяч рублей, если бы вы начали откладывать 10 тысяч рублей в месяц. То есть, ничего сложного здесь нет, с одной стороны, ничего нового нет, это не высшая математика, это не химия, это какая-то там органическая, неорганическая, это не магия, это просто математика. Просто математика. Поэтому, друзья, еще раз повторюсь, тут велосипед не надо придумывать, сказок тут не бывает. Наступит на следующий год, 1 сентября, дети наши и дальше нашим детям надо будет учиться, и их бюджет надо будет обслуживать вашему семейному кошельку, вашему семейному бюджету. Поэтому метод только один, метод только один, откладывать и готовиться заранее. Но мы знаем, да, то, что есть инфляция, и вы скажете, как же так, Кумар, я буду просто откладывать деньги, они будут обесцениваться. Да, но инвестировать эти деньги нельзя, потому что срок очень короткий, например, только год или полгода. Если мы говорим уже о более длительных целях, например, вашему сыну сейчас 10 лет, через 8 лет он пойдет, иншаллах, в институт, в университет. Вот тогда уже можно включать инвестиционные инструменты. Но об этом вполне очень подробно я рассказываю на наших курсах, в нашей онлайн школе. Добро пожаловать, пожалуйста, приходите. Мы там как раз начинаем с самого нуля, с планирования бюджета, с финансового учета, с эффективного управления личными финансами, без которых переходить в инвестиции нет никакого смысла. Как только вы наладите учет в семейном бюджете, как только возьмете в руки под свой контроль ваши денежные потоки, научитесь эффективно управляться расходами, больше зарабатывать, вот тогда уже можно думать об инвестициях. Но планирование, финансовый учет нужно делать при любом раскладе, при любом бюджете. Даже если вы скажете сейчас, что там планировать, я зарабатываю 30 тысяч, я зарабатываю 50 тысяч, все трачу. Вот именно, вот именно с этого нужно начинать, когда у вас небольшой бардак. Я всегда люблю говорить, особенно предпринимателям, маленький бюджет это маленький бардак, большой бюджет это большой бардак и большая проблема. Надеюсь было полезно. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.